В Ангарском округе начался профилактический отжиг травы. Это плановое мероприятие по подготовке пожароопасному сезону. Накануне специалисты проработали территорию вдоль улицы Ленина в направлении Старого Московского тракта. Мои коллеги побывали на месте. С начала пожароопасного сезона в 2023 году в Иркутской области было зарегистрировано почти 400 возгораний. Пострадало более 9 тысяч гектаров леса. Для того, чтобы снизить риск возникновения стихийных бедствий на территории Ангарского округа ежегодно проводятся профилактические отжиги сухой травы. Для проведения таких работ заключён муниципальный контракт с казачьим обществом. «Помимо этого контрактом предусмотрено ежедневное патрулирование казачьим обществом, также проведение профилактических бесед с населением, с выдачей раздаточных материалов, памяток по пожарной безопасности, правил поведения в лесу, не разводить костров, ну и ответственность, которая наступает за нарушение этих требований». Профилактические пол травы организуются по всему региону. Его проводят только квалифицированные специалисты. Они полностью контролируют не только момент поджога, но и ход самого горения. Первые работы проведены вдоль улицы Ленина до Старого Московского тракта. В ближайших планах отжиги на Ленинградском проспекте, улице Алёшина и на других участках. Специалисты напоминают, что самовольное разведение костров и сжигание сухой травы запрещено даже на частных подворьях. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. А если в результате неконтролируемого отжога будет нанесен материальный ущерб, то это уже уголовно наказуемое деяние. При обнаружении возгораний нужно позвонить по телефону 101 или 112. Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время.